Коллеги, за плюсики. Формула. А, формула вот. Смотрите, это как раз вот то, что Джимляс сформулировал вот так. Поподробнее рассказать о формуле. Во-первых, надо понять, где она у нас находится, коллеги. Она у нас находится когда? Ясно, что это для глубины деформации. Никаких сведений там о планах, в принципе, быть не может. И при наличии вот хотя бы минимальных сведений. Какие нужны сведения? Нужна глубина на участке. Точнее, не так, отметка на участке. Нужна отметка на участке. Коллеги. Чаще всего это малый водоток. Чаще всего на малом водотоке мы все, что знаем на этом водотоке, это какую-то максимальную глубину, то есть минимальный отметок. Потому что если на большой реке, то чаще всего все-таки промер есть. Современный, старый, какой-то еще. Но может быть и большая река. Может быть большая река, на большой реке у нас ничего нет, тоже можно использовать формулу. То есть, если говорить коротко, так вот, ну, по-простому, то формулу используют для малых водотоков. Если говорить по сути, то формула используем тогда, когда у нас нет исходных данных для того, чтобы действовать уже с промером в углу. Поехали. Суть заключается в том, что... Почему я сказал, что нам нужна минимальная отметка на участке? Потому что у нас есть минимальная отметка в створе, и она нам не очень интересна. Нам интересна вот эта, коллеги, минимальная отметка на участке. Уже нам река говорит, что смотрите, вот этот малый лоток, ручеек. Видите, я написал, что это малые реки, но это как бы такое дилетантское деление, большие и малые. А правильное деление нет информации. Вот у нас нет информации, нет промер глубин. Но нужно хоть что-то. Вот мы понимаем, что у нас минимальная, максимальная глубина в створе у нас 1 метр, а на участке 1,5 метра. Все. И уже зная эту информацию, что мы делаем? Мы берем эту отметку, соответствующую максимальной глубине 1,5 метра. Участок какой брать длины? Оксана, спасибо большое за вопрос. Тот, который у вас есть. Вот у вас есть что-то из поля, привезенное топографами или какими-то гидрологами, не очень опытными, не ответственными, или вообще неизвестно что. Вот той берете. Чаще всего это просто в пределах съемки. Если произойдет какой-то коридор, какая-то трасса, там шириной 50 метров влево, 50 метров вправо, то по съемке шириной 100 метров, скажем, ну, идеально, если будет у вас на этом ручье, там, хотя бы 5 или 3 отметки, там, в пределах этих 50 метров влево, 50 метров вправо. Вот это в основном все равно, если линейный объект, все равно. Все равно, какой у нас объект, когда у нас нет информации о водотоке, то все равно под что мы делаем? Мы все равно выкручиваемся. Что такое формула? Формула это способ выкрутиться, когда у нас нет промеров глубин. Поэтому теперь уже не встает вопрос, для какого это объекта. У нас, как помните, есть когда-то интересное деление на три вида объектов, у нас есть такие точечные, линейные и площадные. В данном случае, в общем-то, все равно. Просто если у нас на территории или на трассе, трасса пересекла какой-то малый водоток, или вот точечный объект на какой-то малый водоток, все, нам, сейчас это все равно. Идеология этой формулы заключается в том, что мы берем, смотрим, какая самая большая глубина на этом участке непонятной длины, и потом делаем три запаса. Мы делаем еще ниже, 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 три запаса. Раз, два, три. И эта формула, она в нашу пользу. То есть из нашей идеологии и понимания того, что такое АППР, формула всегда с запасом. Потому что она-то вообще-то физически необъяснимая. Коллеги, я буду ее детально рассказывать, тут сегодня надо закончить, поэтому не буду тогда отвлекаться. Просто скажу, что у нас есть, берем, берем, как действовать? Берем минимальную отметку на участке и делаем три, вычитаем. Вниз. Раз, два, три. Первый вычитаем. Это у нас теория, как расписываем, что опять же в этой... Первый вычитаем, это высота гриды. Вот, первые читаем, вот эта высота гриды. Второе вычитаем, это добавка от той высоты гриды, которую мы сосчитали, до максимально возможной гриды при прохождении на высших уровне расходов воды при уровне 5% обеспеченности. И еще микродобавка, вот это последняя, третья добавка, это просто на неточность измерения. Все. Вот здесь я... Сейчас я вам кину ссылку на презентацию, посмотрите. Это вот пример описания, когда мы работаем с одним объектом, с одной точкой. И пример описания, когда у нас много трассы идет, линейный объект, и вот она пересекает там вот 9, например, да, ну или 99, да, объектов. Значит, мы, соответственно, выписываем нынешнюю отметку, не в створе, а на участке. Потом считаем высоту гриды по простейшей формуле. Потом считаем добавку до максимальной высоты гриды. И вот первая и вторая часть, это в целом, это, в общем-то, есть максимальная высота гриды. Но почему-то вот в методике она разделена на две лет составляющие. Сначала считаем ту гриду, которая сейчас, а потом считаем добавку от той гриды, которая сейчас высоты, до высоты максимальной гриды, которая будет там раз в 25 лет. Вот. Ну и все, заполняем вот эти все, и последовательно вычитаем от другого. Получаем все ниже, 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 и получаем вот эту минимальную отметку. Вот. А если в расчетах считали 2% и 10, значит, нужно опять посчитать. Да, нужно опять посчитать. Тут хитрость такая. Если у вас в ТЗ задано 2,10, опять не задано, то вы или сразу считаете 5, или в связи с тем, что это малые водотоки. Это вот у вас, ну, смотрите здесь, какие там, глубина 16 см, 38, да, глубина никакая. То у нас получается так, что 2% и 10% это часто бывает один и тот же. Или различаетесь на 2 см. Поэтому часто 5% это будет что-то среднее между ними. Поэтому часто можно сначала в голове по уровню воды считать 2,10. Вот. А потом, когда сюда приходим, просто берем между ними среднее. И вы не ошибетесь. Там будет 1-2 см. Потому что разницы нет, разницы нет на малых водотоках. Вот это часто 1% и 10% там различается на максимум на 5 см. То есть можно отдельно, специально не считать, не снимать с кривой у фонциотажа. Я просто там среднее между 2 и 10 взял и все. Спасибо. 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 Спасибо.